За последние два дня, давайте я начну с вчерашних суток, вчера был очень тяжелый день, ожесточенный день, поначалу для нас, потом для них, как всегда, победа была на нашей стороне, ответка, конечно, была серьезная. Вчера его ударили по городу, два пакета гадов, были повреждены населенные пункты, дома жилые, магазин, пострадали очень сильно ближайшие районы, которые находятся в 2-3 километрах от боевых действий, 5 километров даже так. По нашей, с нашей стороны 1-300 в ногу, осколком, с ихней стороны, с ихней стороны, я вам скажу то, что я знаю, я знаю, дополнительная информация проступила, вчера прогиб один из командиров танкового полка, звание полковник. Сейчас я чай возьму и поднимусь. Погиб полковник один, плюс 9 офицеров. Вчера уничтожено, вчера было уничтожено 4 танка, по Авдеевке, я вам говорю, в данный момент, и за сутки. Четыре танка, два Града, две артиллерийские батареи, и была уничтожена колонна в Песках. Четыре Урала СБК, четыре танка, два БМБ. Были мелкие боестолкновения на ближнем бою, и там и минометные расчеты уничтожены. Также работали мои минометные расчеты по сторонам войска части, которые находятся возле Авдеевки. Там было уничтожено 2 радиоточки, завален локатор, ловушка, которая лучше ловится, и перехват делала. Также была уничтожена пехота, но насчет пехоты я вам утверждать не буду, потому что это будет ложь. Примерное количество, я скажу, около 160-70 человек. Под вечер была попытка прорыва с средней стороны, они пошли танками со стороны Песок и БМП. Эта атака была успешно отбита, успешно отбита к тому, что мы были готовы, как я говорю в первый раз, мы готовы к этому всегда. В данный момент вы слышите на данной фоне, что происходит арт-обстрел аэропорта, мы его выявляем откуда и будем работать. В любой момент мы готовы выступить на защиту и наступление ближайших районов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...